здоровенькие булы всем доброго дня мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать будем с вами общаться я как всегда в своей приемной яркость не было солнышка была хорошая яркость выглянула солнышко все затянуло залюзи немножко мрачно получилось а да видео не такой яркой но мне так часто бывает но самое главное это контент вот как для меня самое главное это информация правда но яркость уже уже какая есть яркость значит мои хорошие есть пару комментариев буквально два я хочу прочитать есть комментарии которые которые достойны внимания давайте послушаем приходит комментарии допустим после видео вы просмотрели видео вы прочитали комментарии а потом только человек смотрит это видео да и пишет или какое-то старое видео вы не читаете этот комментарий вы его не видите вы не возвращаетесь допустим к видео, которое было два месяца тому назад. А мне человек конкретно пишет под этим видео. Я получаю этот комментарий. Я хочу прочитать вам эти комментарии. Послушайте, пожалуйста. Это очень хорошая мотивация. Это свидетельство человека. Так. Ну, надо же такое. Одна минута тому назад комментарий. Но я его прочитаю. Так. Танечка, добрый день. А я хлеба хочу постоянно. Хлеб моя любимая еда. А чего мне не хватает в организме или в голове? Хлеб. Ну, вы даете. Хлеб это сахар. Если сахар имеет гликемический индекс, скорость подъема 65, то хлеб 90. Вам сахара хочется, сладкого. Вы 5 раз в день будете есть хлеб. С пельменями, жареной картошкой совсем будете есть хлеб. Да. Вот вам такого хочется. Это дурацкая еще привычка. Уходить от этой привычки. Можно уйти. Запросто. Высокий гликемический индекс выше, чем у чистого сахара. Представляете? Вот это сахара. Что такое сахара? Это углеводы. Высокий гликемический индекс, чем у чистого сахара. Высокий гликемический индекс, чем у чистого сахара. Высокий гликемический индекс, чем у чистого сахара. Не собираюсь, я не хочу, мне дома хорошо Я хочу быть в своей квартире Я там побуду 15 дней И потом думаю, мои чашечки Я так соскучилась за своими чашечками, за своей кроваткой Хотя там шикарная кровать, да, вид на море Я хочу домой Я люблю Свой дом Свой город, я хочу домой Приезжайте домой, дома хорошо В гостях хорошо, а дома лучше Правда? Так, следующий комментарий Приезжайте привозить информацию О волосах, как поддерживать рост волос Приезжайте и привозите информацию Так, вот такой комментарий Татьяна, я даже не знаю, как сказать Что ты для меня сделала Вот это да Судит сама, астма Диабет второго типа, гипертония Осложнение после ковида Еле ходила, а сегодня ухаживаю за Нележачей мамой Три большие и быстрые прогулки в день С собакой Бассейн Утренняя зарядка Мотаюсь на машине Похудела на 15 килограмм Но главное это энергия Энергия Жизнь Спасибо, охрани тебя Господь, милая Ой, какой комментарий Ой, приятно же как Спасибо большое Леночка написала Лена, спасибо большое Честно, от души спасибо Хороший комментарий Видите, как человек себя Изменил, да Так, и вот еще один комментарий Только один Так Значит Вот такой комментарий И я такая же, как Юля Что вы ее комментарий прочитали Юлечка, которая была на диетах У которой упал иммунитет Герпес, помните Которая была без белка Совсем Вчера читала комментарий, да У которой вес поднялся 85 килограмм То есть нарушение метаболизма Помните, да Вот человек пишет Я тоже была На всяких диетах И без мяса иногда Все закончилось плохо Сахарным диабетом второго типа Это издевательство Над своим организмом У меня в семье Не было ни у кого Сахарного диабета Хотя была Куда Хотя были Куда полнее меня А я худее Но с сахарным диабетом А то говорят Что сахарный диабет Нажрали Нет Когда издевались Разными диетами Над своим организмом Когда ваш вес То вверх То вниз То вверх То вниз А теперь На диете Дочь говорит Главное, чтобы Дочь говорит Главное, чтобы не поправилась А я ей сказала Что для меня поправилась Смерти подобно Это в кавычках поправилась Смерти подобно Не мучайте себя Меняйте свое отношение к еде Побольше овощей О Белка О Поменьше сахара И муки Да Сахара и муки О, человек написал Без хлеба не могу жить Это ж сахара Это катастрофа Значит Поменьше сахара и муки И добави движение Хоть какое-нибудь Что можете На что способны Вот такой комментарий Вот такие у нас комментарии Понятно Это ж факты люди пишут Это факты, да Ну а теперь давайте Немножко о холестерине У меня очень много информации О холестерине Очень Информация не от блогеров Которые ведут свои каналы Зарабатывают на ютюбе Нет Информация Литературка Меня И химия Биология Ну вот такие специалисты Доктора наук Мне интересна Информация Вот таких людей Вот людей науки Конкретно А вот эти вот Которые приглашают В свои клиники Будем выравнивать холестерин Приходите к нам Нет Ну что Пообщаемся немножко О холестерине Начинаю с себя С себя, да Значит Мой холестерин Может быть повышенный Он меняется У меня был даже Холестерин 8,5 Потом снижается 7,5 Может быть Даже 6,3 То есть меняется Холестерин у меня, да Я часто сдаю Допустим Анализы Я знаю Развернутый анализ Ну нужно смотреть Еще на высокий холестерин Липопротеиды Высокой плотности Не только Низкой плотности Да Нужно следить Еще за 3 глицеридами У меня шикарные Просто анализы По 3 глицеридам Там на нуле буквально Вот Липопротеиды Высокой плотности За шкал просто Залетают выше нормы У меня хороший анализ По холестерину Но человек смотрит Общий холестерин Допустим 8,5 И шарахается У вас высокий холестерин Да Ну рассмотрите Показатели все А У нас не ищут причину Если высокий холестерин Они даже смотрят Только общий Гастроэнтеролог Допустим Да Высокий холестерин Значит препараты Нужно Правда А я говорю Во-первых Я Спортивный человек А у спортивных людей Которые активные У них повышен холестерин Это норма Это норма Понимаете Норма Да Люди не ищут причину Да Я говорю Может быть мне нужно Добавить гормон Что-то я не сдавала гормон А уже осень Надо посмотреть Гормон ТТГ Потому что Когда гипотиреоз У человека То повышается Холестерин Такой тоже есть Да Должна быть причина Какая-то Ну вот на примере Допустим Еду в трамвае Женщина Одну остановку С ней общаюсь Она мне В принципе я ее знаю Но даже не знаю Как зовут Я к терапевту Так и давление Мене Так и давление Мене Я на нее смотрю Я говорю Давление Так у вас же глаза Вылазят с орбит У вас же уже Даже пальпировать Не надо щитовидку У вас же щитовидка Вот поэтому У вас и нарушение Сердечно-сосудистой системы У вас давление Да У меня зоб У меня зоб Ну У меня давление У меня давление Сейчас мне таблетки Какие назначат Все Все Потом я вижу Через пару месяцев Человек ходит После инсульта Уже руку тягает И коляску детскую Катает по базару Дети наградили На мамочка Тебе коляску Катает после инсульта Внучку Свою И вот рука уже Все Уже получили Да То есть Поздно пить боржоми Когда почки отпали Ты же знала Что у тебя база этого болезни Что у тебя Нарушение Эндокринология Только нарушена Щитовидная железа Страдает Сердечно-сосудистая система Давление за шкал будет Ну у меня было 230 Тахикардия страшная Да Вылетает просто так Ду-ду-ду-ду А Так Хорошо И вот я Допустим Иду по какой-то причине Гастроэнтерологу Что-то мне поташнило Хотела пойти Я на дуоденальное зондирование Свой человек тоже есть Вот И я говорю доктору Показываю анализы И она смотрит Что у меня повышен холестерин Да 7,6 Или не помню точно уже даже Не помню тот момент И она говорит Вам немедленно нужны препараты Я вам прописываю статьи Я говорю Даже не пишите В стране у нас Точно как Муравьева говорила Напряженка с бумагой Не пишите Называю по имени отчеству Я не буду их покупать Не пишите Не надо Не надо мне назначать Статины Не надо Ну посмотрите Вон парень Под дверью сидит Молодой парень А мы Самой высокой дозой Статинов Не можем Ему сбить холестерин Представляете Зачем это делаете Вы же причину не знаете Молодой мальчик сидит А вы статинами Делаете с этого мальчика овощ Все Все Он не мальчик Зачем это делать Я глаза это варила Не нравится же щука Не нравится Зачем Должна быть какая-то причина Да Давайте посмотрим Вот это Вот это Вот это У вас с сахаром все прекрасно Сахар у вас Отличный Да Три глицериды там у вас Отличный Да У вас нету Инсулинорезистентности Отлично Допустим Ну повышение холестерина Я же говорю Я спортивная Очень Я моторна Тоже повышается холестерин Нет То есть На причину Не обращают внимания Есть причина Да Ну что такое Допустим диабет 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 это Защитная реакция Организма От Хронического Калорийного Отравления Что такое Повышение холестерина Это адаптивная Реакция На стресс На стресс Да Адаптивная реакция Для чего нам нужен холестерин Люди Информации много Но я сегодня так Вкратце Да На примере Допустим Берем животных Травоядное животное Доброе Милое Хорошее Наша кормилица Коровка Коровка Да Корова не ест мясо Не ест Сливочное масло Яйца Холестерин у коровы Как у человека Три с половиной Пять миллимоль Пять и пять Миллимоль Допустим На литр Как у человека Допустим У людей Повышается холестерин Там шесть Семь Восемь Да и выше Повышается у людей Холестерин Все Значит Человеку Назначают Статины Если повышается холестерин У коров тоже Повышается холестерин Даже до десяти Это нормально В момент лактации Повышается холестерин До десяти То есть Когда коровка Начинает давать Молочко Организм Сам повышает холестерин Значит Значит что У коров Процесс выработки холестерина Процесс Саморегулирующийся Значит наш организм Что дурак А А человеческий организм Только таблетки Должен принимать Да В зависимости От потребности Наш организм Точно так Точно так Как и организм коровы Регулирует Все сам Повышается холестерин Значит так нужно Из холестерина Вырабатываются Желчные кислоты Для чего Для того Чтобы наш желчный пузырь Лучше работал Внимательно Сейчас послушайте Из холестерина Образуется Витамин Д Стероидный гормон Д Не просто витамин Д Это стероидный гормон То есть Когда мы хотим Чтобы у нас Не было остеопороза Человек борется С остеопорозом Человеку назначает Препарат Остеопороз Не остеохондроз А остеопороз Дырки в костях Дырки Вот Нету кровообращения Кстати я у доктора Тогда спросила Что у меня есть Сырые Может быть разные Покупать Знаете что мне сказал Двигаться нужно Начнете двигаться Будет хорошо Костный мозоль Отличный Посмотрите какой Костный мозоль У вас нарос То есть Если человек падает Допустим Торично То эта нога Даже не поломается Может поломаться Другая нога Но не поломанная Потому что Очень большой Костный мозоль Значит так Остеопороз Человек Принимает Какие-то препараты Таблеточки От остеопороза И при этом Допустим Человеку назначают Статины Препараты От остеопороза И статины Значит Витамин Д Не будет синтезироваться Не будет вырабатываться Понижают холестерин А из холестерина Вырабатывается Витамин Д И все Какой витамин Д Он не будет вырабатываться Потому что Принимается препарат Который понижает Холестерин Все Витамин Д Стероидный гормон Не вырабатывается Половые гормоны Эстрогены Тестостерон Прогестерон Да Это холестерин Это производная Холестерина Если у человека Низкий холестерин Это потенция Низкая Это бесплодие Мальчик сидит У гастроэнтеролога Я не могу понять Что гастроэнтеролог назначает Гастроэнтеролог Назначил Человеку Статины Пацану Это же будет импотент И еще Квалится Самая высокая Доза статинов Все Крышка Потом При стрессах При нервных стрессах Очень глупо Снижать холестерин Высокий холестерин Это адаптивная реакция Конкретно на стресс Значит Падает иммунитет Допустим У человека Вот писали Писали Вчера комментарии Страшные диеты Упал иммунитет Герпес Все При падении Иммунитета Возрастает Плохой холестерин Вырабатывается Больше плохого холестерина Ну вот так Раньше была такая сетка Такая таблица вернее По возрасту холестерин Допустим Если человеку 40 лет Его холестерин Это 6,2 40 лет 50 лет Человеку И выше Допустим Немножко Холестерин 7,3 Допустим 60 лет Ну советская норма Вот забейте в ютюбчик И посмотрите в гугле Советская норма Холестерина 7,7 У вас вылетит 7,7 Если у человека Семерочка Его не нужно снижать Но сейчас Насначают препараты На холестерине Допустим 5,5 Убивается просто Иммунитет Холестерин Не регулируется Диетой Организм Сам регулирует Холестерин В зависимости Допустим От потребности Конкретного организма Ну коровки Да Организм Организм Сам регулирует У коров Допустим Холестерин Да Когда нужно Когда лататься Повышается холестерин Это нормально Это нормально Значит Плохой и хороший холестерин Липопротеины Низкой высокой плотности Были исследования Ну это действительно Были исследования Что плохой холестерин Не повышает Не повышает Риски инсульта Инфаркта Допустим Липопротеины Низкой плотности То есть Плохой холестерин Да Защищает Наш организм Оказывается От неврологических Заболеваний Конкретно От Альцгеймера Липопротеины Низкой плотности Защищает Наш организм От Неврологических Заболеваний Понятно При снижении Плохого холестерина То есть Липопротеины Низкой плотности Снижается Очень И иммунитет А люди Вообще правильно делают Которые На это Не обращают Нимания Это правильно Это самое правильное Не обращать Нимания Оказывается Врачи Обязаны Назначать Препараты Они входят В регламент Назначения Значит Люди Которые Принимают Статины В 10 раз Больше Болеют Болезнью Альцгеймера И в 5 раз Чаще Болеют Раком Высокий Холестерин Это защита От рака Кто Принимает Статины В 5 раз Больше Болеют Раком Потом Сосудистые Хирурги Не видят Эффекта От статинов Конкретно Во время Операции УЗИ Это одно Операция Это совсем Другое Вот мне Допустим Делали операцию Щитовидка Да Я Во-первых Задыхалась Я думала Что я Асматик Понятно Что человек Храпит И понятно Что давление В этот момент И я давилась Всем Водой Я не могла Не то что Супчик жидкий Есть Вот допустим Помидор С банки Консервированный Да И ты не можешь Его вот так вот Это же влага Жидкость Водичка Да И ты не можешь Ты давишься Все Ты подавилась И только Операция Показывает Что творится Внутри Вот мне Как сказал хирург Почему вы Давились Всем Потому что Ваша щитовидка Не поверхностная Внутренняя Она зажимала Это пищевод Все То что попадает В пищевод Все Вы давитесь Какая таблетка Выпить Голова трещит Да вы что Никогда Вы ждаетесь Вы давитесь Всем Так Это показано Только на операции Или допустим Я задыхалась Мне не хватало воздуха Значит гипоксия Нету кислорода в крови Значит что Давление 230 Значит тахикардия Человек задыхается Это показано Только на операции Вот сказал мне Заведующий Делал операцию Щитовидка Зажимала Дыхательные пути Поэтому вы задыхались Поэтому гипоксия Поэтому давление 230 Щитовидка Зажимает пищевод Ну это я рассказываю Потому что я практик Вот да Поэтому вы Давитесь всем Вы не можете Ничего есть Все Я ничего не показываю Я еду Я все Я умираю Я ничего не могу Глотнуть Все Это только видно На операции Так и вот сосудистые хирурги Они видят Что эффекта От статинов Во время операции Они не видят Не видят Потом Подборка статинов Должна быть Очень индивидуально Но этого нету Вобще Статины Вообще прописывают Людям У которых Врожденные заболевания Там на коже Идут такие Холестериновые нарости Страшные Это врожденные заболевания Там могут быть статины Потом Литература Да точно Семидесятых годов Кажется Семидесятых годов И там пишется Повышение холестерина После пятидесяти лет Это защита Головного мозга От старости Деменция Интересно Мои хорошие Завтра продолжим Дальше будет Да Ну все Благодарна всем За просмотр моих видео Благодарна всем За общение Конечно За хороший комментарий И большое спасибо Всем за лайки Мои хорошие Всем в Божьей помощи И до встречи Дальше будет До встречи